Задание номер 5 из пробника ОГ от ФИПИ. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Даны графики, даны формулы. В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. Рассмотрим решение этой задачи двумя способами. Первый способ для тех, кто помнит свойства графиков линейных функций. Второй способ для тех, кто вообще ничего не помнит и ничего не знает. Но сначала первый способ, который помнит свойства графиков линейных функций. Во-первых, хочу напомнить, что функция линейная вида y равен kx, то есть вот здесь b отсутствует. Вообще общий вид линейной функции еще плюс b. Но если b равно 0, то есть b отсутствует, y равно kx, то график вот этой линейной функции проходит через начало координат. У нас только одна такая функция, это y равен 2x. И только один график проходит через начало координат. Это график под буквой b. Вот здесь как раз мы видим, что этот график проходит через точку 0,0, через начало координат. А значит формула y равная 2x как раз соответствует графику b. Таким образом, мы уже сейчас сразу можем записать под буквой b в таблицу номер 1. Далее. Следующее. Можно вспомнить, что линейная функция вида y равен b, то есть когда k равно 0. Если k равно 0, то k умножить на x равно 0 и остается от линейной функции только b. То есть получается, что y равен b. Так вот, функция вида y равен b параллельно оси ox и проходит на оси y через точку b. То есть вот эта вот точка, это и есть точка b. В данном случае посчитаем 1,2. То есть по оси y эта функция проходит через точку 2. А значит графиком этой функции является, вернее формула, которая соответствует данному графику, это y равная 2. То есть в данном случае угловой коэффициент отсутствует. А значит прямая параллельно оси ox. У нас только одна такая функция и один график. А это значит, что функция под номером 3, y равная 2 соответствует вот этому нашему графику. Таким образом, под буквой v мы запишем число 3. И далее, общее уравнение прямой с угловым коэффициентом y равен kx плюс b. У нас остается только одна и ей соответствует вот эта оставшаяся, вот этому, да, вот этой формуле соответствует оставшийся график под буквой a. А это значит a это 2. Но предположим, кто-то вообще ничего не знает. Никаких свойств линейных функций, вообще ничего. Тогда решить эту задачу можно следующим образом. Нам необходимо выбрать какую-нибудь точку на одном из графиков. Начнем с первого. Вот первый график под буквой a. Нам необходимо выбрать на графике какую-нибудь точку с целочисленными координатами. То есть, которая находится в уголках клеточек. Предположим, вот возьмем, выберем на первом графике вот эту точку. Эта точка имеет координаты 1, 3. То есть, по оси x единица, по оси y 3. x равен единице, y равен 3. Ну да, действительно, если мы сейчас опустим перпендикулярно оси x. Мы видим, что x равен единице и y равен 3. То есть, это точка с координатами 1, 3. Заметим, что эта точка другим графикам не принадлежит. Вот, например, если мы на втором графике покажем эту точку, мы видим, что график через нее не проходит. И третий график тоже не проходит через эту точку. А значит, можно проверять эту точку, которая соответствует только одному графику. Графику под буквой a. Теперь нужно подставить вместо x единицу, а вместо y число 3 в каждую из данных формул. То есть, у нас всего три таких формулы. Подставляем. Вот, предположим, подставим вместо x в первую формулу, вместо x единицы, вместо y 3. Получается, 2 умножить на 1 будет 2. 2 равно 3. Это неверно. Значит, первая формула графику под буквой a не соответствует. Подставляем единицу во второй график, во вторую формулу и вместо y число 3. Получается, 1 плюс 2 в правой части, а в левой части 3. То есть, эта точка удовлетворяет вот этой второй формуле. То есть, мы при подстановке во вторую формулу получаем верное равенство. Таким образом, график под буквой a соответствует формуле под номером 2. Значит, a это 2. Вот у нас уже то же самое здесь записано. То есть, a это 2. Далее. Как проверить следующий график? Нужно взять и выбрать какую-нибудь другую точку. Например, на втором графике удобно выбрать точку с координатами 0,0. То есть, начало координат. Почему? Потому что эта точка двум другим графикам не принадлежит. Вот мы видим, начало координат не принадлежит двум другим графикам. Значит, начало координат принадлежит только второму графику. Начало координат, мы запишем, это точка с координатами 0,0. То есть, x 0, y 0. И теперь, если мы подставим вместо переменной x и вместо переменной y 0, то только одна формула нас устроит. Это формула под номером 1. Вот если вместо переменной x 0 подставить, вместо переменной y 0, получается верное равенство. 0 равно 2 умножить на 0, тоже 0. Получается, 0 равно 0. Если мы подставим это в другие формулы, то у нас не получится верного равенства. Вот сюда, кстати, x вообще не нужно подставлять. Здесь y всегда равен 2. Итак, значит, получается, что второй график, то есть график под буквой b, соответствует формуле под номером 1. У нас уже это записано. b это 1. Ну и остается у нас график под буквой v, который соответствует оставшейся формуле под номером 3. Ну или можно было взять точку i на вот этом вот графике под буквой v. Ну, например, можно было взять точку с координатами 2,2. Эта точка не принадлежит двум другим графикам. Значит, мы ее можем брать и проверять. То есть, если мы возьмем точку с координатами 2,2, то мы заметим, что при любых x, вот здесь вот x подставлять вообще не нужно. Почему? Потому что y всегда равен 2. Вот какую бы мы точку не взяли на этой прямой, вот любую точку на прямой возьмем, у нее всегда y равен 2. Поэтому y равен 2, это как раз и есть вот такая прямая, которая параллельна оси OX. И y для любой точки на этой прямой равны 2. А значит, это и есть нужная нам прямая. Значит, v это 3. Задача решена.